Ну что, подъехали мы к зоопарку Там, где находятся известные тигрята То есть зоопарк тигров, который находится около Клайпиды Но он не только зоопарк тигров, он вообще зоопарк очень интересный Парковка на 300 машин, вся забита Мы приехали в разгар сезона Сейчас посмотрим, что там смотреть в этом году можно Там каждым годом он растет, с каждым годом все интересней И посмотрим, насколько он изменился мы были в том году Сейчас посмотрим обзор этого года Что изменилось, какие плюсы, какие минусы Субтитры сделал DimaTorzok Попугаи, какие еще попугаи красавчики Ара, 7 штук Это мощно Это огромный фишник, а тебе он только 15 сантиметров Из минусов то, что невозможно показать на камеру Здесь 3-4 ограждения сетки одновременно А из плюсов вы можете видеть здесь всех кошек И тигров, и львов, и кого угодно Смотрите, в какой бы от них доступности Можно нервы себе пощекотать Это от них 15-30 сантиметров Они все добрые, потому что когда-то, когда они были маленькие За 15 евро, их можно было потискать на руках В этом году маленьких нету Птиц спит некого Но они к людям очень привыкшие Прям даже не агрессивные, не чуть И здесь, по-моему, все виды кошачьих И включая альбиносов То есть белые тигры Оригинальные тигры Львы, пантеры, пумы Все собраны здесь Тут, честно говоря, больше зоопарк кошачьих Скажем так То есть те, кто любит львов Их можно здесь наблюдать Ну, обзорные клетки могли быть, конечно, получше Так, здесь парочка амурских тигров у нас Примастилась, отдыхают тигры из Казахстана и России Их даже не парочка Тут, наверное, штучки 4 Красавчик амурский тигр Вот он Сначала это был, конечно, безумно крутой зоопарк Потому что сюда все ехали именно подержать в руке тигра Это было офигенно Потому что ближайшее где-то можно сделать в Таиланде Если этого удовольствия нету То ехать сюда, конечно, не так круто Потому что вот эти клетки, мне кажется, они неправильно организованы Может, они для животных сделаны правильно Но есть другие аналогичные зоопарки Не в Прибалке, где это сделано более корректно То есть сверху делаются мостики И люди просто гуляют А животные живут в своей естественной среде И прогуливаясь по мостику сверху Можно видеть его со всех сторон А так, сдалека смотрят на лева Даже если он красивый Ну, не очень приколиво Дай я хлебушку Ага, сейчас я тебе Любишь хлеб? Чуть-чуть-чуть Все, хватит его Такое ощущение, что в этом зоопарке Альбиносов больше, чем обычных львов Ну да, выглядит очень красиво Точные посещения сейчас довольно жарко И они в основном все спят То есть есть большая семья волков То есть с точки зрения животных, конечно, все очень уникально Очень интересно Они тут интересны Но с точки зрения, наверное, как повезет Вот, например, бычки Африканские бычки Красавцы Маленькие телята и вот они красавчики Красавчики Прикольно, когда вот такие вот штучки вылазят Там рога такие По полтора-два метра Это, конечно, выглядит Воу Сейчас по башке таковую задел Такие красавчики Такие красавчики бычки Десяти голов Наверное, очень дружелюбные Да, ребята, дружелюбные вы? Во, какой Подержи быка за рога аттракцион Дальше пошли винтороги и козлики С уникально красивыми рогами Какие красивые рожки у тебя, да? Дай мне потрогать твои рожки Тоже маленькие Все, одна интересная зона Где пеликаны, лебеди И интересные утки Целая семья Можно покормить О, черные лебеди Три черных лебедя Пеликаны Козлики тоже разных пород Абсолютно разные раскраски И еще вот здесь интересные Альпаки И горные козлы Какой-то другой породы В одном вольере Альпаки сейчас спрятались А козлики вот ходят Не спрятались? Следующий вольер Это американские бизоны Ну, они действительно Очень красивые бизончики Здесь обитает семья Семья из семи особей Довольно обширная территория Можно посмотреть на этого красавчика Вот так выглядит Ну что же, пожалуй, самые агрессивные животные Это ослы Причем каких-то, как обычно Мега размеров Очень здоровые осел И белые верблюды Опять экзотика Раз вижу такого огромного осла То есть осел выше, чем А, два метра Голова Очень мощный Прямо как настоящая лошадь Что это за осел Какой-то перерост Верблюдики Осел примерно Роспансер влюблены Да, первые ощущения Были не очень Но теперь однозначно Можно сказать, что Между тем годом и этим Он удвоился То есть зоопарк стал за год В два раза больше И при входе Вот эти вот грубые клетки Неправильно организованные Они уже как-то и не вспоминаются А вспоминаются Вот эти огромные пространства И здесь опять же По-прежнему Масса экзотических животных И не в единственном числе Не то, что там один белый тигр А сто белых тигров Не то, что один там белый верблюд А десять белых верблюдов Не то, что там Один белый бавлин А много И они как раз Нацелены на экзотику Здесь простых животных Но практически нет Здесь опять же По-прежнему Концепт на то, что Здесь масса уникальных животных Для Балтии И мега-гигантский Прикол этого зоопарка В том, что в этом зоопарке Можно кормить всех животных На входе ты покупаешь Специализированную еду И кормишь И только ты единственный Кто их кормишь Исключение, конечно, львы Львов здесь никто не кормит Из посетителей А все остальные животные Они с удовольствием Тебя встречают Понимая, что ты им дашь лакомство какое-то И ты радуешься им И они радуются тебе Вот это очень интересно Потому что во всех Государственных зоопарках Ты приходишь И животные лежат в этой клетке И ждут своей участи Когда наконец все закончится А ты смотришь на эти мумии И не доставляет тебе это никакого удовольствия Поэтому в этот зоопарк Однозначно рекомендовано ехать И здесь позитива Опять зашкаливает И его опять много Не то, что в каких-то государственных зоопарках Ну, как правило, бывает Частные зоопарки Увы, развиваются лучше Даже по количеству животных Он больше По количеству опций То, что здесь можно От чего нельзя Но, опять же, выигрывает И стоимость Она аналогична Равна государственному зоопарку Кончили мы посещение этого зоопарка Вывод однозначный Ехать нужно Семья два взрослых Три ребенка 30 евро Вместе с той едой Которую мы покупали для животных Вообще стоит на одного взрослого Семь евро На школьника пять Дети ниже четырех лет Заходят за три евро Ну и плюс там ведерко Или батончик хлеба Стоит полтора-два евро В зависимости от того Насколько вы щедры Чтобы кормить животных Первое, почему надо сюда ехать Потому что чем больше Вы будете инвестировать В зоопарки Которые будут для животных И для маленьких детей Тем меньше останется В этих убогих зоопарках Которых животных действительно мучают И в которых нет никакого развития И дети не получают никакого кайфа А получают больше депрессии Еще одно интересное место Обзор этого года На сегодня все Мы не останавливаемся И будем дальше радовать вас Интересными местами А пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok